Добрый день, мои зрители! Мы продолжаем с вами играть в FIFA 14. И сегодня у нас один из самых главных матчей сегодняшнего дня игрового Лиги Чемпионов. В рубрике прогноз. Этот матч между испанской Барселоной и итальянским Миланом. Как вы понимаете, противостояние будет довольно интересным, так как прошлый матч, который состоялся в Милане, закончился ничьей. И определенное преимущество в какой-то момент имел, конечно, Милан. Но мое мнение, что Барселона играла в полсилы, скажем так, не до конца выкладываясь в этой игре. Потому что у Барселоны на носу был Эль-Классико. И вы сами понимаете, что Эль-Классико сейчас для Барселоны на тот момент было важнее, чем игра с Миланом, в котором в итоге они сыграли все-таки в ничью. Вот. Поэтому давайте не будем об этом забывать. Вот. Но все-таки, что можно сказать о предстоящем матче? Опять, кстати, мы играем в дождливую погоду. Играем... Почему опять? Потому что до этого я записывал еще два видео про другие матчи Лиги Чемпионов. Это Баруси Арсенал и Челси Шальки 0-4. И бывает, там тоже в каждой игре у меня выпадала дождливая погода. Ну, посмотрим. Может быть, сегодня облажной дождь будет по всей Европе. И действительно, во всех матчах будет непогода. Так вот, что хотел бы я сказать о предстоящем матче. Еще одна... Видите вы, что... Отвлекусь немножко, извиняюсь. Видите вы, что играю я против живого человека. Не посмотрел я, с какой стороны, к сожалению. Он там очень долго выбирал команду. Все-таки попал на нужную Барселону. Я играю, естественно, за Милан. Как видите. Вот и в его никнейме описывается все его неразумение, скажем так. Какой-то босс, и ему 17, скорее всего. Потому что в никнейме это написано. Так вот, значит, этот 17-летний парнишка, который против нас играет, почему-то решил, что клубу Барселона больше подойдет цвет формы в домашнем матче гостевой цвета формы. Скажем так, в виде Кавказской Алании цвета. Я сейчас ошибся. И вот этот 17-летний мальчик должен был меня наказывать. И я непосредственно должен был забивать Леонель Месси. Но вот он простил меня. Заговорился я. Короче, выбрал он в домашней игре вот эту форму. Ну, как я не пытался ему объяснить, что надо поставить нормальную форму Барселоны. Потому что Барселон, естественно, сегодняшний матч в такой форме играть не будет. Ну, наверное, все равно. А сейчас какой? Какой момент был у меня и у Милана. И это должен был быть гол. Эль Шарави. Прекрасную передачу. Хотя мог и сам забивать удар ножницами и мимо ворот. Ну, как же так, а? Какой прекрасный момент был. Ладно. Будем биться против Барселоны. Пытаться ей противостоять. Еще раз извиняюсь за свой кашель. А вот я огромное. Педро. Человек, который в последнее время не всегда попадает в основной состав. Что-то нам 17-летний мальчик там еще через свой микрофон чуть ли не подразнил нас. Ой. Смешно, как играть против этих школьников. Это странно. Ну, ладно. Сейчас мы попробуем доказать, что мы тоже не пальцем деланные. Так вот, Педро не всегда попадает в основной состав. После матча с Миланом естественно Семен сидел на скамейке запасных. Вель Классика испанском вышел только на замену. Но там же вышел на замену и Санчес, который забил такой великолепный гол. Что и, кстати, не типично для себя манере. Забил гол тот гол Санчес, который всегда идет напролом, а тут в итоге решил Лопеса обыграть таким движением остановкой мяча и перебросом. Не ожидал Сафра-Отарь такого форварда и в итоге поэтому наверное ошибся. Моментик. Ну ладно, это уже тысячу раз разбиралось. Что сейчас? В группе Барселона идет на первом месте естественно. 7 очков у Милана 5. Но Лига чемпионов не показатель, учитывая, что я практически уверен на 100%, что все-таки эти два команды выйдут с первых двух мест в этой группе и ничего там сильно не изменится, даже независимо от результата сегодняшней игры. намного все хуже обстоит, намного хуже дела обстоят у Милана в чемпионате. Там Милан занимает позорное для себя 14-е по-моему место. болельщики наверное вряд ли припомнят когда Милан подобные места занимал и вот так вот сезон складывался очень удачно для Милана. Возможно травмы, но это же не значит, что такой министый клуб не должен иметь резервы для того, чтобы заменить травмированный игроков. я упускаю очередной опасный момент, молчу уже по этому поводу, везет этому школьнику. Ладно. Вот еще один момент и опять вышоворот. так вот учитывая позиции Милана в чемпионате ему придется сегодня совсем нелегко забивайте вы уже мяч по штангу альшарови я уже не знаю по-моему пятый подряд момент у меня и все что-то мимо ворот. Я думаю это ненадолго еще. конечно же везти ему не сможет. А вот если я еще вот так вот не буду ошибаться то тогда да. Видите как грамотно он пошел его туда встречать и понимал что подачу будет делать. Ой-ой-ой ой теперь меня простили сейчас. отскоки вот эти все в пользу Барселоны вот милану придется вдвойне сложнее потому что и здесь он не может пропустить вторую строчку и в чемпионате нужно дела поправлять и то есть игрокам придется с полной отдачей выкладываться вот в том числе вот этому парнишке с сорокезом на голове но сейчас его накрыли тяжелое опять поле не дает мне двигаться нормально Вот по поводу счета, здесь я не делал бы таких поспешных выводов. Милан может сыграть на результат, попробовать, и ничей его вполне не строит. Так что любителям ставок сильно не торопитесь ставить минус 3 на Барселону. Я переборщил, учитывая, что в последнее время Барселона не очень много забивает. Эти проекты тоже не будем забывать. У Лионеля Месси вообще есть определенный спад в игре, но что такое спад в игре для Лионеля Месси? Это то же самое, что сейчас объятие выручает команду. То же самое, что нормальная игра, очень хорошие футболисты, скажем так. Месси не забивает 4 матча к ряду. Причем последней командой, кому именно Месси забивал и был, Милан. В прошлом туре Лиги Чемпионов. Так вот, не забитые мячи Месси. Вот сейчас я забыл наконец-то, мне кажется, конечно. Это уже просто невозможно было столько на замахе его убирать. Он все время подкатывается и тут выходить один на один, только с острого угла. Ударить мне удалось нормально. Теперь он молчит, шут свой микрофон. 1 на 1 счет. По этой игре очень даже справедливо, что я забил. А вот что будет вечером, посмотрим. Первый тайм, тем не менее, подошел к концу. 16 минута Педро, 45-й, Мьянг, 1 на 1. Если сегодня вечером будет складываться игра так же интересно, то ей только больших плюсов. И готовы будем смотреть и наблюдать за этой игрой более внимательно. Так, 10-4 по ударам. 5-3 удары Барселоны. Много бью, но мимо ворот. Нам нужно на это обратить внимание во втором тайме. И более внимательно. Так вот, Месси не забивает 4 матча подряд. При этом Барселона выигрывает. Ни одного поражения... Ой, какая ошибка. Ни одного поражения в чемпионате Испании не потерпела еще. Да и вообще в этом сезоне Барселона еще никому не проигрывала. Поэтому не будем забывать, что когда-то с одной стороны это должно случиться, а с другой стороны... Такую команду, как Барселона, и в такой форме, в которой находится Милан, попробую еще и обыграю ее. Попробуем издалека что-то пробить. И гол забиваем. Ну, тут забата, молочина. А вот этот вот парень, я сейчас наконец-то все-таки посмотрю. Кто он, откуда и с какого дивизиона. Играет он ужасно на самом деле. Лес Борс, Гу-17. И... Француз, первый дивизион. Не знаю, как такие люди доходят до первых дивизионов, а... Возможно, вот эти цифры другое показывают. Я... Может быть, это просто его друг играет вместо него. Товарищеский матч. Да, такое бывает. Ко мне тоже приходят. Я им сезоны не даю играть, а вот играют. Они под моим ником играют в товарищеском матче. Возможно, это так и происходит, но не наша, как говорится, проблема. Он, как здесь мяч в очко пропустил... Извиняюсь. Межгунок. По всем, что я грубо выразился. Блотелли. И... Мимо... Вальдеса мяч. Проходит. Ну, а типичный уже гол, я забываю. Вот. Видели, как красиво получилось? У меня офсайда не было. 3-1 Милан ведет. Это, конечно, рубрика прогноз, но... Ребята, если сегодня это повторится... Я не знаю. Я могу завтра на улицу в трусах в одних выйти, например. Что-нибудь подобное. Если что, потом пишите в комментариях, если вдруг это повторится. Что... Я должен буду выйти на улицу в трусах и выложить это видео в интернете. Так, про Барселону хотелось бы закончить. Значит, у Барселоны нету поражений, но Барселона мало забивает. В последнем туре у Испаньола хоть это и каталонское дерби, но давайте не будем забывать о том, что Испаньола далеко не самая сильная команда в Испании. Барселона выиграла всего лишь 1-0. Но до этого побеги в мадридском дерби. Ой, в мадридском... Вольклассика, извиняюсь. Со счетом 2-1. Всего два гола. Хотя Реалу было и побольше побывали. Но, конечно, это не так, может быть, как он не сморить. Там и в Селтике была победа Лиги Чемпионов тоже со счетом 1-0. Ну, короче, Барселона играет не в полную силу, экономия, возможно, распределение своей энергии на весь сезон. Учитывая, что мы знаем, что по прогнозам экспертов и работников клуба где-то приблизительно в феврале у Барселоны, в начале марта наступает спад уже, который год это происходит. и Барселона, наверное, учла, возможно, катаклизма именно в это время в их игре. И решила, что нужно сейчас силы поберечь, чтобы потом они остались. Месси не забивает 4 матча. Ребята, он потом за 1 матч как за 4 набирает этот голок. Так что он говорит о том, что Барселона в какой-то не такой форме, да это смешно. Вот у Милана, да, у Милана проблема. В последнем матче в чемпионате проиграли они Фиорентини на своем поле 2-0. Фиорентина вообще в этом году преподносит сюрпризы. То Ювентус проигрывает 2-0, обыграет 4-2, то теперь Милан на их поле. Но, кстати, скорее всего, мы не будем забывать, это не проблема Фиорентина, это проблема Милана. И Милана пока в этом сезоне вообще не складывается игрок внутри серия. И что им делать? Где резервы искать? Фонду они хотят очень сильно купить. Но парни чуть совсем не верно. Мешки просто отдают многие. Не знаю. Скорее всего, мы, наверное, и действительно не с обладателем аккаунта играем. Нам тоже должно быть все равно. Гол за сайт забивает Болотели. но, естественно, я не мечтал. Так вот, Фонду хотят приобрести в межсезону. Ну, что, Фонда сильно поможет. Абсолютно не уверен в этом. Короче, надо каким-то образом выкарабкиваться. в Милану попадание в еврокубковую зону будет катастрофой. И, возможно, головы полетят. Но вряд ли кому-то хотелось бы. Всем хочется стабильности. А Милан это тот клуб, как бы сейчас не сменил поколение игроков. Но до смены поколения игроков там были люди, которые очень подолго играли в этом клубе. Или Пинзаги, который не знаю, как-то Ювентус в Милане проиграл лет, наверное, 10 уж точно. Не собирался никуда уходить. Если кто-то не мог с того. Ну и пенальти сейчас будет. Возможно, еще карточка будет Мишкирано. Да, желтый карточек Мишкирано получает. Есть некоторые проблемы в обороне. Отсвистывает травмированный Куйолю Барселоны. Начал там поигрывать. Не уверен, что сегодня в этом матче появится. Балателли забивает еще и пенальти. Не совсем разгромный счет. Такого, конечно, сегодня не будет. У Барселоны должны 4-х игроков удалить, что такой счет случился. Либо очень серьезно должно повести Милану. Ну, слабый оппонент там попался, поэтому рискованно вот так давать прогнозы в таком формате. но, ребят, не люблю играть против компьютера. Не забывайте об этом. Не собираюсь я этого делать. Для этого у меня Xbox подключен к лайву для того, чтобы через интернет играть с игроками из всего мира сильными, слабыми. Они тут бывают абсолютно разные. кстати, те, кто здесь играют, я думаю, набираются намного больше опыта, чем играем просто с компьютером. Опасный момент, но опять объятие выручает Милан. Здесь уже просто расслабились футболисты Милана и провалились в обороне. Вот еще один удар головой от Месси, по-моему, но даже с ним уже не борются до конца. Месси. Как бил Эшпиран не был поворотом вообще подавать футболисты Барселоны не очень любят учитывая, что у них в команде просто игроков очень немного подкатится и подкатится и подкатится и подкатится а мы забиваем с этих подкатов пользуясь его нельзя кидаться такими игроками, но ни в коем случае, конечно, не понимаем он этого. 5-1 становится счет, сейчас он скорее всего выйдет уже из игры, потому что не думаю, что он пошел за заменами. Нажмем продолжить матч, ну да, видите, соперникам не выдержал этого напряга, ну и в общем результат был сделан. Практически все 90 минут мы сыграли. Недобросовестные это игроки, конечно, которые так выходят, но учитывая, что над ними просто издеваются. Ладно, будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, приятного матча вечером и до скорых встреч. До свидания.